Сегодня мы немножко поговорим про задачу, которая обобщает задачу об общественном выборе, а именно про задачу о выборах комитета. По-английски это может быть committee election, ну и еще есть такое название multi-winner voting. Значит, задача здесь такая, есть избиратели, агенты, значит, которых там n штук, значит, и есть альтернативы. Да, или кандидаты, значит, 1 и так далее m. Вот, и еще есть число k, которое есть размер комитета. Так, сейчас давайте как-нибудь это обозначим. Значит, это множество, путь будет i, значит, а это множество будет a. Вот, значит, есть k, значит, которое будет, ну, вообще говоря, можно от единицы до m включительно. Значит, это размер комитета. Ну, если k равно m, то ничего интересного, да, просто все альтернативы нужно включить в комитет. Если k равно 1, то это то, что было Дмитрием Геннадьевичем, да, то есть выбор одной альтернативы. Вот, соответственно, мы поговорим про промежуточные значения, значит, когда можно выбрать больше одной альтернативы, но не все. Значит, сначала давайте... А, значит, сначала давайте поговорим про то, какие есть исходные данные. Вот, ну, простейшая ситуация, когда исходные данные, ну, вот как в Теремеру, да, то есть есть какие-то строгие предпочтения на всех альтернативах. Значит, исходные данные. Значит, простая ситуация, что это для каждого избирателя есть предпочтение на альтернативах. Вот, а сложная ситуация, это когда есть предпочтение на комитетах. Да, то есть, ну, тоже можно также обозначить, но это будет не на а, а на всех k-элементных подножествах. А. Значит, на k-элементных подножествах. Чуть-чуть позже, что значит, рекомендуем на комитетах. Ну, что-что-что? Так, ой, я тут неправильно написал, размер комитета. Так. Нет, значит, комитет — это просто любое подножество множества а, в котором k-элементов. А они не обязаны в объединении из пересечения давать а? Сейчас, кто не обязан? Комитет. Нет, нет, сейчас, комитет — это просто k-элементы из m. Нет, конечно, если мы все k-элементы подножества рассмотрим, то они, конечно, будут давать все а. Но разбиение, но давать это разбиение. Нет, 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 нет. Альтернативы — это какое-то решение, которое хочет, чтобы в которой эти альтернативы точно был выполнен? Нет, нет, сейчас, подождите. Здесь, да, здесь альтернативы, они не исключают друг друга. Да, то есть можно реально себе представить, что это прямо комитет, да, что, а, это кандидаты, и, соответственно, нам нужно k-кандидатов отобрать в комитет. Вот, соответственно, простые предпочтения — это означает, что просто у каждого избирателя есть мнение, что такой-то кандидат лучший, такой-то похуже, такой-то еще похуже и так далее. Но вот это простые предпочтения. А сложные предпочтения — это ситуация, когда избиратель говорит, что вот эти там двое, они сами по себе хорошие, но если их вместе в один комитет посадить, то они будут там ссориться друг с другом, и все будет плохо. Да, и вот тогда получается, да, что комитет, где есть ровно один из них, да, как бы это хорошо, а где нет ни одного или есть оба — это плохо. Вот, и такого рода предпочтения могут быть какими-то сложными. Ну вот, видно, что даже постановка задачи может быть нетривиальной. Вот, и уж тем более нетривиально может быть чего мы хотим от решения. Да, значит, какие могут быть требования к решению? Какие могут быть требования к решению? Так, сейчас я буду немножко подглядывать в конспект, чтобы ничего не забыть. Так, хорошо, значит, первое требование, ну, значит, я это буду формулировать довольно так абстрактно. Значит, каждое из требований можно разными способами уточнять, чтобы была прям точная постановка. Значит, первое, первый вариант, ну, как бы высокое, значит, высокое качество, ну, я в кавычках пишу, потому что не очень понятно, что именно это значит. Вот, ну, как бы в идеале, да, ну, теория Меру нам говорит, что нельзя составить порядок всех альтернатив. Но, по крайней мере, хотя бы, чтобы, если бы, если его можно составить как-то непротиворечиво какой-то процедурой, чтобы прям по этому порядку, скажем, к лучших альтернатив, да, были бы выбраны. Да, то есть, ну, например, если бы, значит, если можно, значит, если можно агрегировать, да, значит, предпочтения, ну, в какие-то общественные, ну, по какой-нибудь процедуре, там, по кондорсе или еще как-нибудь. Значит, если можно агрегировать предпочтения в общественные, значит, то, соответственно, должны быть выбраны К наилучших. Значит, должны быть выбраны К наилучших. Ну, вот это одно из пониманий, что может означать, что мы хотим высокое качество. Вот, ну, в любом случае, как бы, идея такая, что нам важна именно, как бы, совокупность. Вот, ну, или можно, например, что, да, значит, можно какую-нибудь такую постановку, да, что это будет такой шорт-лист. Да, там, как бы, синоним. Да, значит, это составление шорт-листа. Значит, что это вообще такое? Такой термин из разного рода премий. Да, значит, там бывает сначала лонглист. Лонглист – это что-то типа вот этого, ну, что альтернатив. Да, все, что вообще рассматривается, да, все претенденты, которые могут рассматриваться на данную премию. Вот. Дальше, соответственно, шорт-лист – это некоторый небольшой список. Вот, но предполагается, ну, соответственно, из этого шорт-листа впоследствии будет выбран победитель. Но предполагается, да, что лучшая альтернатива из лонглиста должна заведомо попасть в шорт-лист. И тогда и вот это вот называется высоким качеством. Вот. Ну, реально, может быть, ну, это может… Понятно, что все проблемы с невозможностью выбора тут остаются. Вот, ну, вот можно как-то предполагать, да, что если… Ну, например, если мы зафиксировали процедуру выбора, ну, может, какую-нибудь более сложную процедуру выбора одного лидера, да, то мы хотим вставить более простую процедуру выбора вот этого шорт-листа, чтобы победитель по сложной процедуре заведомо в список этих простых попадал. Да, вот какие-нибудь такие требования могут быть. Может, у нас тоже ничего, что можно агрегировать предпочтение общественного? Нет, это может разное значить. Значит, нам что говорит Теремеру, что в общем случае агрегировать нельзя. Вот, но могут какие-то частные случаи, например, однопиковое предпочтение, да, однопиковое предпочтение агрегировать можно. Но, так, не, можно, да, можно агрегировать этнопиковое предпочтение, прям любые две альтернативы сравнить. Вот, ну вот, соответственно, бывают разные другие частные случаи, которых можно агрегировать. Вот, и если так получилось, что можно агрегировать, то нужно, чтобы в этот комитет были выбраны именно К наилучших. Альтернатив, но при этом, чтобы какие-то К были выбраны всегда. Да, то есть была какая-то процедура, которая всегда выдаёт К, и если какая-то другая процедура упорядочнее работает, то должны быть именно К, да, К выше по этой процедуре. Вот, хорошо, значит, это вот первое, первое возможное требование. Значит, второе возможное требование, значит, это, да, в принципе, могут быть ещё какие-то требования, ну, например, чтобы для как можно большего числа агентов их лучшая альтернатива была в комитете. Вот, ну, да, значит, ну тут вот такая постановка, она уже какая-то промежуточная между вот этим высоким качеством и вторым требованием. Значит, второе требование – это высокое разнообразие. Значит, высокое разнообразие. Вот, значит, здесь вот такой же синоним – это составление фильмотеки. Значит, тут история такая рассказывается, да, значит, пусть есть авиакомпания, у которой в самолёте есть система развлечения, да, где можно посмотреть фильмы, да, во время полёта. Вот, но при этом, да, значит, эти фильмы туда надо закачать заранее, ну и, например, купить права на показ этих фильмов в самолёте. Вот, соответственно, чего хочет добиться авиакомпания? Ну, она хочет, во-первых, не слишком много заплатить, но, например, допустим, бюджет выделен, да, там, не знаю, на 15 фильмов. Да, вот 15 фильмов она может купить. Да, допустим, что все фильмы одинаково стоят, да, и компания может 15 фильмов купить. Вот, но тогда что компании нужно? Нужно, чтобы её клиенты были довольны. Вот, но если там полёт не очень дальний, то, наверное, клиент успеет посмотреть максимум один фильм. Вот, соответственно, да, значит, клиент будет выбирать лучший фильм из представленных. Вот, ну и тогда, соответственно, значит, в чём отличие вот от того, что я сказал, да, что как можно у большего числа была первая альтернатива? Ну, тем, что здесь как бы важна не только первая альтернатива, да, то есть, ну, грубо говоря, там есть, не знаю, тысячи разных фильмов, на которых клиенты могут составить свои предпочтения. И из этой тысячи нужно выбрать 15, которые фирма купит. Вот, и нужно, чтобы, как бы, клиенты были как можно более довольны. Да, то есть, ну, можешь считать, что в итоге клиент, ну, если хоть какой-то пытающий фильм есть, да, то он доволен, а если все не подходят, то он недоволен. Вот, ну и тогда, как бы, неважно, будет там один подходящий фильм или 10 подходящих фильмов из 15, да, ну, чтобы хотя бы один был. Вот, ну, вот это и есть, как бы, разнообразие, да, то есть, чтобы как можно большее число избирателей могли найти что-то подходящее, но это дальше можно по-разному формализовать, да, например, альтернативу, там, из верхней половины. Вот, или, например, можно сказать, что мы хотим максимизировать неудовольствие. На, то есть, мы смотрим самого расстроенного клиента, которому меньше всего эти фильмы понравились, и хотим, чтобы это самое расстроенное было довольнее всего. Вот, или что-то промежуточное. Вот, ну, в общем, вот это вот, да, значит, это вот какие-то метрики разнообразия. Да, да, ну, и понятно, да, значит, понятно, что это может существенно отличаться. Подход, ну, вообще ответ, да, что, может быть, есть там какой-то, какие-нибудь хорошие альтернативы, да, скажем, для, там, 60% агентов, да, да, для 40% совсем другие хорошие. Вот, но тогда, например, если мы хотим высокое качество, да, то, может быть, вообще весь комитет из тех, которые хорошие для 60% составить. Вот, а если хотим высокое разнообразие, то уж точно для тех 40% тоже нужно что-то выбрать. Вот, то есть это существенно разные требования, да, значит, тут как бы без точной формализации, потому что это можно сделать кучей разных способов. Так, хорошо, значит, третье, значит, третье возможное требование, ну, это некоторая пропорциональность. Да, а, кстати, вот, по-второму еще есть похожая задача, называется размещение мощностей. Значит, похожая задача, значит, это размещение мощностей. Facility Location. Ну, это вообще так формулируется, да, что агенты распределены на какой-то, в каком-то пространстве, да, у каждого агента есть место жительства, ну, и нам нужны какие-то мощности, да, там, какие-нибудь там стадионы, да, или пожарные станции, или что-нибудь еще, да, значит, распределить так, чтобы у каждого гражданина, ну, в как можно меньшей окрестности была бы эта мощность, а самих мощностей было бы не слишком много. Вот, это тоже разнообразие, да, то есть тут разнообразие вкусов определяется точкой жительства, да, то есть каждому... ну, то есть, как бы, оценка комитета определяется расположением самой английской мощности, да, значит, для каждого жителя. Ну, и, соответственно, мы хотим, чтобы в среднем они были как можно больше довольны, и это и означает разнообразие. Вот, так, хорошо, значит, третья пропорциональность, тоже очень, в принципе, похожая на разнообразие, но с учетом, как бы, количества того, кто что думает. Да, значит, то есть, ну, если есть какие-то группы агентов в разном количестве, да, то, ну, их представителей в комитете должно быть примерно столько же, сколько самих агентов среди всех. Да, то есть, как бы, предпочтение разных агентов, значит, предпочтение разных агентов, представленное, значит, пропорционально их доля их доля среди, соответственно, всех. Вот, ну, и вот на этом основаны разные системы политического представительства. Да, значит, бывают, ну, какие две основных системы выбора, скажем, парламента. Значит, основные системы пропорциональны и мажоритарны. Значит, ну, может быть, какие-то смеси. Вот, ну, вот на чем основаны, как раз, вот на этой идее пропорциональности, да, только относительно, как бы, разных взглядов или относительно разных регионов. Да, соответственно, пропорциональная партитика, пропорциональная система означает, что там партии получают число мест в парламенте пропорционально голосов за них. Ну, и там, как бы, предполагается, что люди голосуют, да, за предпочтительную партию. И, соответственно, это и есть, как бы, признак их, вот этих самых предпочтений. Ну, и дальше парламент формируется пропорционально набранным голосам. Вот. Значит, ну, а мажоритарное, то же самое, что, как бы, каждый регион получает какое-то представительство, ну, например, тоже пропорциональному населению этого региона. Вот. То есть тоже есть идея пропорциональности. Вот. Ну, кстати, я могу, наверное, в следующий раз рассказать конкретно про эту задачу о пропорциональном представительстве. Да, значит, она не очень сложная, но и интересная, потому что тут возникают целочисленные проблемы. Да, потому что обычно там голосующих какие-нибудь миллионы, да, а мест в парламенте несколько сотен. Вот. И тогда, значит, получается какая проблема, да, значит, что маловероятно, что точная доля голосов будет, там, кратный размер парламента. А предполагаем, что все в парламенте равнозначны или какое-то место в парламенте? Нет, значит, что равнозначны. Там априори равнозначны, то есть получается, что, как бы, если мы возьмем процент голосов, да, и умножим на размер парламента, то мы получим какое-то нецелое число. Вот. А число мест парламента, конечно, должно быть целым, да, потому что это конкретные люди. Вот. Соответственно, вопрос, значит, вопрос возникает, какую сторону округлять? Так, чтобы при этом сумма этих самых представительств была фиксирована. Да, там число мест в Арландии фиксировано. Не всегда, кстати, например, в Германии там число мест в Бундестаге не фиксировано и специально подкручивается так, чтобы не было всех этих проблем. сейчас. Чего давать? Ну, наверное, можно и так, но так как-то вообще никто не делает, предполагается, но все-таки если мечтаем, как бы все депутаты должны иметь одинаковое число голосов, один депутат, один голос, то тогда уже эти множители это не... Вот. Не, вообще, это на самом деле интересный вопрос, который временами приводит прямо к политическим дискуссиям, то есть то, как бы система выборов влияет на исход. Значит, вот такое бывает в разных ситуациях, может быть, что-нибудь конкретное обсудим. Можно шуточный комментарий? Да. Если мы добавим какие-то такой крики ценники, то проблема дискретности никуда не исчезает, потому что возникает вопрос, до какого знака после запятенного округлить? Не, но это-то, поскольку исходные голоса тоже целые, то там уж это может быть прям рациональное число в точности. Так что этой проблемы не будет, но короче говоря, там задача такая, что мы хотим, чтобы было округлено вверх-вниз, вверх или вниз, чтобы сумма была фиксированная, и еще ряд требований, вот ряд требований мы и обсудим, и окажется, что там тоже теорема о невозможности, что все требования сразу выполнить нельзя, от чего-то придется отказаться. Так, ну хорошо, вот так, ну и четвертое, да, значит, что может быть, ну какая-то хорошая сочетаемость членов комитета, ну не знаю, гармоничность, что ли, можно назвать, значит, это может быть важно, если какая-нибудь, скажем, экспедиция составляется, да, на Марс, например, да, или куда-нибудь поближе, вот, ну в любом случае, да, если это автономная экспедиция, да, то очень важно, чтобы люди были совместимы между собой в разных смыслах, и, соответственно, те, кто формирует эту экспедицию, да, они тоже об этом должны задумываться. снаряжение экспедиции. Так, вот, ну хорошо. А как мы это можем измерить, что он получил гармоничный или негармоничный? Не, ну это должно как-то измеряться, то есть, чтобы это можно было измерять, нужны обязательно предпочтения там, либо избирателей, либо какие-нибудь внешние предпочтения уже на комитетах в целом. Да, то есть тут, не, ну может быть, например, там за какие-то, ну за то, что какие-то кандидаты вместе попали, может быть, дополнительный бонус или дополнительный штраф. Да, и, соответственно, мы хотим, чтобы в какой-то степени это отражало предпочтение агентов, да, а в какой-то степени вот эти бонусы и штрафы учитывало. Да, что-нибудь такое. Да, то есть, ну, может быть, такое, что есть какие-то объективные, да, объективные требования, могут быть субъективные требования, ну, или объективные по отношению к этим агентам, то есть, они тоже могут быть субъективные с какой-то другой, с какого-то другого уровня. Так, хорошо, ну, давайте, наверное, да, значит, посмотрим, значит, посмотрим на некоторые, значит, на некоторые правила, конкретные, значит, некоторые конкретные процедуры, значит, и, соответственно, с точки зрения вот этих разных, да, значит, с точки зрения разных требований, посмотрим, что там получается. Значит, конкретные, значит, конкретные процедуры. Вот, значит, есть процедуры, которые основаны на оценках отдельных альтернатив. Так, сейчас, а, да, называется BestKey. Да, значит, вот первый, значит, большой блок, называется BestKey. Правила, значит, значит, они все основаны на следующем, да, что каким-то образом по предпочтениям составляются оценки каждой отдельной альтернативы, и, соответственно, к альтернативным лучшими оценками входит в комитет. значит, каким-то образом заставляются оценки отдельных альтернатив, значит, и в комитет входят К альтернатив с наилучшими оценками. в комитет включаются К альтернатив с наилучшими оценками. Так, ну, значит, теперь сейчас посмотрим на то, какие именно это оценки могут быть. Так, сейчас я посередине сотров. Вот, ну, ясно, что можно надеяться, что такие правила будут первому требованию соответствовать, да, что если мы их пытаемся как-то проранжировать, да, и выбираем к лучших, ну, наверное, такой шорт-лист может получиться, да, там, конечно, могут быть какие-то шероховатости, да, какие-то ошибки, но можно надеяться, значит, что получится неплохо. так, хорошо, значит, первый способ, так как это называется, plurality score, значит, оценка относительного большинства, значит, оценка относительного большинства, значит, это оценка каждой альтернативы, это число агентов, в которых она на первом месте, на первом месте, оценка А, это число агентов, у которых, значит, А на первом месте, вот, ну и дальше к лучших мы берем, вот, значит, соответствующее правило называется, значит, есть специальное название, соответствующее, значит, best-key правило, называется S-N-T-V, значит, это расшифровывается single non-transferable vote, да, то есть правило единого непередаваемого голоса, так бывает на русский язык, переводят, значит, единый непередаваемый голос, вот, ну, то есть правило получается такое, что, ну, как бы, как бы у каждого избирателя бюллетень, соответственно, избиратель ставит одну галочку, вот, а дальше смотрится, кто сколько галочек набрал, и первые к идут в комитет, да, вот такое вот правило. Значит, довольно давно я участвовал в голосовании, которое было по таким правилам, значит, там распределяли деньги на какие-то проекты благоустройства, и, соответственно, ну, было предложено несколько проектов, и было сказано, что два из них поддержат, но проголосовать только за один можно было, вот, а основных проектов, ну, там, конечно, такая история была, что там сначала планировалось, что будет как бы два проекта, и просто все проголосуют, да, но там внезапно три проекта оказалось, вот, и там, в общем, были всякие, гонка, там, и всякие обсуждения, вот, ну, вот, вот, но в некоторых странах прямо избирательная система так устроена, да, что вот именно, именно такое правило используется, так, 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 следующее, да, следующая называется оценка Т-одобрения, значит, оценка Т-одобрения, значит, T-approval, T-approval score, значит, соответственно, оценка, это число агентов, которые эту альтернативу ставят в верхнее Т, да, то есть оценка А, это число агентов, число агентов, у которых среди первых среди первых Т-альтернатив. Так, соответствующее правило, значит, называется блок, если Т равно К, значит, правило А-блок, значит, это значит, бест-кей, соответственно, когда Т равно К. вот эта ситуация, когда у избирателя столько же голосов, сколько мандатов, вот, ну, это вот называется многомандатные выборы, это, собственно, и в России происходит, ну, и в разных других местах тоже бывает, вот, ну, значит, на самом деле, реально, это чуть-чуть иначе устроено, да, значит, в России, там можно поставить любое число галочек от одной до, собственно, К, вот, и дальше потом смотрится, кто сколько галочек набрал, ну, и первые К проходят, соответственно, в комитет. Вот, такие стандартные правила, но в идеале мы считаем, что все избиратели, да, значит, могут все альтернативы упорядочить, хотя бы для себя, и, соответственно, вот за первые К, значит, будут голосовать. Так, так, тут, наверное, сразу можно привести пример, когда некоторые свойства не выполнены. вот, а именно, значит, будет пример не монотонности по размеру комитета. Да. Да. Правильно я понимаю, что мы даем голосующим листья, в первом случае, они выбирают кого-то одного. Да. В первом случае, они выбирают Т. Да. А что тогда означает число один, у которых А на первом месте? У всех этих кандидатов единственное это, там нет, первые, тройки. Нет, он предполагает, что агент ставит галочку за того кандидата, который для него на первом месте. Сейчас, еще раз. Агенты это кандидаты, а голосующие? Нет, агенты это агенты, агенты это избиратели, а альтернатива это кандидаты. То есть, А, значит, А это альтернатива, а тут число агентов, то есть избирателей. Вот, так, хорошо. Значит, смотрите, есть такой пример, чем правило блок будет плохо. Значит, пример, значит, когда блок, ну, так сказать, странно себя ведет. Значит, дает странный результат. Вот, а именно странность заключается в том, что будет немонотонность по размеру комитета. Значит, немонотонность по размеру комитета. Да, то есть, получается, что мы увеличили, да, увеличили К, оставили тех же кандидатов, те же предпочтения, вот, но те, кто раньше побеждал, перестали побеждать. Вот это немонотонность. Это когда кандидаты, половина людей в лидерах, а у половины вообще на гея, и есть какие-то кандидаты, которые у всех где-то посередине? Ну, вроде того. Да, идея такая, да, что, что, как бы, открываются следующие уровни, значит, которые, как раз, получают больше голосов. Вот, ну, дайте вот конкретный пример. Так, значит, давайте так, значит, А, так, значит, дальше, Б, ой, не так, что-то я не то, нельзя, чтобы один кандидат два раза был. Так, значит, здесь АБ, 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 дальше СД, СД, значит, ЕФ, ЕФ, значит, ЖХ, ЖХ, так, и еще АИДЖЕЙ, АИДЖЕЙ, значит, КЛ, КЛ. Тут будет 13 избирателей, у которых начало предпочтения такое. Значит, а дальше продолжение будет таким, значит, будет П, 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 значит, КУ, 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 Р, 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 Вот, ну, и что-то там дальше. Вот, ну, соответственно, что получается, что если К равно 2, так, у меня там тоже К есть, ну, ладно, разберемся. Значит, если К равно 2, то победители А и Б. Прямо строго побеждают. Значит, побеждают А и Б, да, значит, А и Б набирают по 3 голоса, А, С, Д, Е, Ф, Ж, А, Ж, И, К, Л по 2 голоса. Соответственно, побеждают А и Б. Вот, а вот если К равно 3, да, значит, то тогда побеждают, соответственно, П, К, Р, потому что все от А до Аль столько же голосов получают, а П, К, Р, теперь вот 4 или 5. Вот, С, П, К, Р, как бы их обгоняют, да, и вытесняют. Так, ну чего, понятно, да? Ну, тут, конечно, будут разного рода такие же теоремы о невозможности, да, что если слишком многого потребовать от правила, то, кажется, таких правил вообще нету, вот, ну, в частности, если потребовать монотонность по размеру комитета, то вот блок не подходит, если там ничего потребовать, да, то вообще ничего не подойдет. Так. Хорошо. Значит, ну, следующий пример, еще может быть оценка Борда. В большинстве зрения, у нас последний вопрос, что лучше, если у нас понравился 4 людям наш выбор, но на них 3-й позиции по идее, ну, тип того. Если понравится 3-м людям, но на более высоком да, совершенно верно, да, вот как раз правило Борда адресует эту проблему, значит, и, соответственно, дает бонус тем, которые на более высоком позиции. то есть, сначала оценка Борда, но это у вас было же, да, наверное, на основном курсе, в осеннем курсе. Правило Борда было или не было? Оно было на экзамене, но не на самом курсе. И оно читалось на этом курсе в самом начале. Сейчас, то есть на экзамене где оно было? На этом самом, на OpenGidu, что ли? Ну, 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 короче, неважно, сейчас в любом случае изучим. Наша проблема в том, что у нас, по сути, две размерности. Одна размерность по предпочтениям, а другая размерность по людям. И все будет сильно зависеть от функции, как мы передаем, как мы передаем. Ну, конечно, да. Значит, оценка Борда. Значит, оценка Борда заключается в том, что первая альтернатива получает К очков, вторая К минус 1, третья К минус 2 и так далее. У каждого агента. Значит, первая альтернатива К очков, значит, вторая альтернатива К минус 1 очко, значит, и так далее. Значит, соответственно, К-тая альтернатива будет 1 очко, значит, остальные 0 очков. и мы суммируем все эти очки, да, значит, правило К-Борда заключается в том, что мы выбираем альтернативу, максимальную сумму этих очков. Убираем альтернативу с максимальной суммой очков, вот этих вот. на самом деле все вот эти вот три оценки, и соответствующие три правила, значит, они основаны на общем подходе. Значит, общий подход называется S-оценка. S-оценка. Значит, тут, соответственно, первая альтернатива получает какое-то S1 число очков, значит, первая альтернатива S1 очков, вторая альтернатива S2 очков, значит, и так далее. Тут даже не до кат, и нужна до M-той, до самой последней. Значит, M-той альтернатива будет, соответственно, S-M очков, значит, так, что S1 больше либо равно S2 больше либо равно и так далее больше либо равно S-M. И это больше всего нуля. Вот так. Ну и, соответственно, это получается правило, ну вот, так, нет, у меня нет прям названия. Ну, не знаю, видимо, S-правило и есть. Да, значит, соответственно, ну, можно сказать, что это best best K правило для S-оценки. Значит, это означает, что выбираются K лучших по сумме очков. Ну и плюс какое-то нужно правило для разбиения ничьих. плюс правило разрешения ничьих. Вот. Ну, какое-то правило есть. Значит, почему это обобщение? Значит, так, ну дайте я тут напишу. Значит, первое, значит, plurality, относительное большинство. Это просто одна единица, потом все нули. Значит, единица, ну и так далее, нуль. Значит, дальше T-одобрение, это T-единиц, потом все нули. и одобрение T-единиц, потом все нули. Так, значит, K-борда, значит, это K, K-1 и так далее, 1, и потом 0 и так далее, 0. Вот. Ну и есть системы, где прямо это используют для каких-то других цифр, да, то есть, может быть, там, евровидение. так, там, если я правильно помню, там вроде бы 12, 10, 8, да, а потом по единицам. Никто не знает, по-моему, так, но вроде бы так. Вот, а формуле 1 тоже. Я же совсем не знаю, как сейчас, потому что они там меняли несколько раз за время моей жизни. Да, в моем детстве было 10, 6, 4, 3, 2, 1. Вот, а потом сделать, по-моему, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, потом там что-то 15 появилось, в общем, не знаю, как сейчас. Вот, но можно упомянуть, по крайней мере, значит, формула 1, там, что-нибудь. Так, да, то есть, ну, как бы, кто тут, да, в Евровидении формуле 1, да, кто тут кандидаты, да, кто избиратели. Значит, в случае с Евровидением кандидаты, это, собственно, певцы, а избиратели, это отдельные страны, плюс там есть отдельно жюри профессиональные, да, и отдельно просто люди, которые голосуют смс-ками. Вот, то есть там еще есть агрегирование, да, от людей, которые голосуют, какое-то агрегирование от жюри, вообще неизвестно какое, да, и, значит, от людей там, видимо, просто вот это вот, агрегирование, да, там можно просто одну смс-ку послать, да, потом это агрегируется в такую штуку. Вот, так, а формуле 1 получается, что кандидаты это гонщики, да, значит, а избиратели это, как бы, гран-при, да, отдельные соревнования это избирателя. Вот, так, ну, формуле 1 там, как бы, один победитель, да, а в Евровидении, как бы, в полуфинале там, как раз, получается, именно такая задача, да, что выбирается, там, половина президентов, которые попадут в финал. Вот, так, хорошо. Значит, давайте я расскажу один пример правила, которое вообще сюда не укладывается, не является best-key правилом, и при этом реально используется прямо в политических выборах в некоторых странах. Значит, это название похожее, но другое. Значит, у нас было СНТВ, единый непередаваемый голос, а еще есть СТВ. СТВ, это Single Transferable Vote, значит, это единый передаваемый голос. так, значит, смотрите, как это правило устроено. Значит, у нас есть К, это размер комитета, и есть Е, число избирателей. избирателей. Давайте это повторю. Значит, Н, это число избирателей. ЧТН, число избирателей, значит, К, размер комитета. Значит, может быть, можно посчитать некоторую квоту. Значит, квота. Вариант без нет, сейчас, сначала, сначала, вариант без квоты. Квоты сейчас попозже будет. Да, вариант без квоты. Значит, вариант без квоты заключается в том, что каждый избиратель прям полностью свои предпочтения выстраивает, прям по цифрам всех кандидатов упорядочивает. Да, то есть, видно, что это такой непросто в реализации и в подсчете. Но тем не менее, это реально используется. То есть, там люди в Австралии приходят на местные выборы и прям вписывают циферки от одного до куда хотят в квадратики у соответствующих избирателей. Вот. Так, вариант без квоты заключается в том, что значит, все избиратели предъявляют некоторые полные предпочтения. без неопределенностей. А, простые, да, да, в этом смысле простые. В этом простые, но строгие. так. Значит, дальше мы смотрим на их первые выборы, то есть, первые альтернативы. Значит, ну и давайте разберем случай, когда первых альтернатив больше, чем размер комитета. число альтернатив, которые хоть какого-то избирателя первое, пусть будет больше, чем размер комитета. так. Значит, пусть число альтернатив лидеров значит, альтернатив лидеров больше, чем размер комитета. вот тогда, соответственно, ну, как бы, если мы применим старый, ну, смотрите, если их меньше, то тогда даже СНТВ тоже сработает. Да, потому что можно выбрать всех, кто лидеры, ну, и кого попал из оставшихся, да, все равно у каждого лидера будет в комитете. Вот. Так что, можно считать, что если это предложение неверно, то случай тривиален. Вот. А если верно, то происходит следующее. Значит, тогда рассматриваем альтернативу, которая набрала меньше всего голосов. Ее исключаем. Значит, исключаем альтернативу, значит, набравшую меньше всего голосов. Значит, меньше всего голосов. Вот. Но кто-то же за нее проголосовал. Вот тут как раз начинается transferable, да, начинается передача голоса. Значит, соответственно, те избиратели, кто за нее проголосовали, как бы, ну, голоса тех избирателей, которые за нее проголосовали, передаются их вторым выбором, вторым альтернативам. Значит, голоса ее избирателей передаются их вторым альтернативам, то есть их вторым предпочтениям. теперь снова сможет, какая теперь альтернатива набрала меньше всего голосов, и это, может быть, могла быть не та же сама альтернатива, которая вторая с конца на первом этапе. Вот. Ну, соответственно, это повторяется, значит, это повторяется, пока число оставшихся альтернатив, пока число оставшихся альтернатив, значит, не сравняется с числом, ну, не будет равно k. Значит, не станет равно k. И вот это будет как раз комитет, который мы избрали. Вот. Так, ну, довольно хитрая процедура. Насколько она понятна? Значит, у нас вот такая примерно система с числом по 1, но мы передаем второму предпочтению. Почему бы не передавать равномерно по всем? Не, а почему равномерно-то? А страна же тоже упорядоченная? То есть, тут как бы как... Как и парда, типа, да? Не, ну, это другая система будет просто. Вот. Значит, на самом деле, вот примерно, ну, во-первых, вот действительно бывает на всяких местных выборах в Австралии и некоторых других странах именно такая. Ну, такая даже более сложная. Сейчас еще вариант с квотой обсудим. вот, может быть, да, может быть, на настоящих выборах такая система. Вот. Значит, а еще похожая, да, похожая процедура используется, когда выбирается, скажем, страна-хозяин, ну, или город, где Олимпийские игры проходят, да, или страна-хозяин чемпионата мира по футболу. сейчас я договорю, значит, только там обычно это голосование детских туров идет, но реально, как бы, если ни у кого предпочтения не меняются, то исход будет такой же. Да, то есть там значит, какая процедура, да, вот выбирают, где будет следующая там столица Олимпийских игр. Есть, скажем, там пять кандидатов. Вот. Все национальные Олимпийские комитеты голосуют, ну, за кого хотят. Вот. Это первый тур. Значит, дальше, если какая-то альтернатива набрала больше половины, то она выбирается. Если ни одна не набрала больше половины, то тогда тот вариант, который меньше всего набрал, исключается, вычеркивается и заново голосует. Вот. Ну и так далее, пока не останется только один вариант. Вот. Но, соответственно, реально, если между турами предпочтения не меняются и нет там какого-нибудь стратегического голосования, да, то есть все честно голосуют за лучшую альтернативу, да, то исход будет точно такой же, как если они с самого начала подадут полное предпочтение и, соответственно, эта процедура пройдет. Так. Понятно, да? Так, да, вопрос. Можешь, например, разобрать? То есть, правильно я понимаю, то, что вот, да, вернее, кто-то проголосует, выкатил список своих предпочтений, а потом на первом туре кто-то вверх по списку выбывает, мы просто это число зачеркиваем и смещаем в ней непорядок. ну, типа того, да. Что, например прямо? Сейчас, давайте я погляжу, у меня есть прямо какой-нибудь, что из головы может как-то не то что-нибудь получится. не, ну, у меня нет примера. Просто тут, смотрите, тут как-то, если будет мало избирателей, то не, ну, можно, конечно, что-нибудь придумать. Значит, сейчас, давайте попробуем что-нибудь придумать. Так, чтобы было нетривиально, нужно, чтобы было четыре альтернативы, с которых мы хотим две выбрать. Так. Мы действуем на системе борда, что-то с вот таком. Нет, это не борда, а вот вопрос. Это просто реакция, просто мне не нравится. Да. просто линейный порядок. Так. Так, ну ладно, первые можно произвольно выбрать. Так, значит, дальше пусть есть будет скажем, да, значит, cd, ab. Так, а последнее будет, например, d, а тут c, значит, ab. Да, ну и, например, пусть будет, скажем, четыре таких, три таких, два таких, и, например, тоже два таких. Нет, плохо получилось. Сейчас, тогда тут будет ничья. надо, чтобы не было ничьи. Ничьи. Так, давайте а, ну вот так, да, так нормально. 5, 4, 3, 2. Так, значит, а смотрите, если бы голос был непередаваемый, да, то тут как раз был бы а набрало 5 очков, b набрало 4 очка, c набрало 3 очка, и d набрало 2 очка. Да, тут k равно 2. Соответственно, значит, непередаваемый голос СНТВ нам бы дало ab. Значит, а набрало 5 очков, b набрало 4 очка. Вот, а передаваемый, смотрите, что делает. Значит, у нас d вычеркивается, и, соответственно, вот эти два голоса за d передаются c. И теперь у c получается 5 очков, а у b все еще 4 очка. Вот, и поэтому, соответственно, в втором туре b уже вычеркиваются, а не c. Да, то есть СТВ дает вариант ас. Вот, ну, то есть это вот пример, да, пример, когда СТВ дает не то же самое, что СНТВ. Так. Понятно, да? Так, ну, и последний, еще обсудим вариант с квотой. СТВ ваше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Те, от кого 50%, они представлены в 5 раз хуже, чем те, от кого 10%. Соответственно, идея сквоты состоит в том, что нужно смотреть на вторые выборы и тех, кто уже получил кандидата на первом месте. Соответственно, вариант сквоты устроен так. Во-первых, подсчитывается какая-то квота. Ну, например, может быть, вот такая формула. Значит, q — это целая часть от n делить на k плюс 1, значит, плюс 1. А может, еще раз, в чем проблема? Еще раз, значит, проблема в следующем, что те, кого 50% получили одного своего представителя, и те, у кого 10% тоже получили одного своего представителя. Но это неравноценно, да, тем q — 50%, надо дать 5 представителей. Вот, и вот этот вариант сквоты как раз позволяет это в каком-то приближении сделать. Вот, так, хорошо, значит, что это число q? Но такое число, что заветом, а, значит, главное, что q умножить на k плюс 1 будет больше, чем n. Да, то есть, получается, что вот такое число голосов, значит, то есть не может быть больше k альтернатив, значит, получивших больше либо равно q голосов. Вот, может ли какая-нибудь другая формула с тем же самым свойством? Вот, тогда, значит, получается следующее. Значит, получается, что, значит, если какая-то альтернатива набрала q голосов, хотя бы q, q голосов, то эта альтернатива автоматически проходит в комитет. то эта альтернатива, значит, проходит в комитет. Вот, значит, дальше, ну и дальше вот здесь есть, как бы, нечётко прописанный шаг, который можно по-разному уточнять, значит, дальше среди её избирателей выбираются q и как бы исключаются. Значит, выбираются q, вот, и как бы загвоздка, потому что непонятно, каким образом выбираются. Ну, каким-то образом, да, значит, любая конкретная спецификация будет конкретной версией вот этого stv процедуры с квотой. Значит, может быть, даже альтернатива тогда и исход будет нетерминированный. Да, значит, среди избирателей выбираются q и исключаются из дальнейшей процедуры. Вот, а оставшиеся продолжают участвовать, но как бы с предпочтениями, из которых эта альтернатива вычеркнута. Значит, оставшиеся продолжают участвовать, соответственно, с вычеркнутой альтернативой. Вот, ну и так далее, значит, пока есть альтернативы, превышающие квоты, то мы их берём в комитет. Если ни одна альтернатива не превышает квоту, то тогда уже вычеркиваем наименьшее. И их голоса передаём. Значит, если ни одна альтернатива не превышает квоту, вот, то, соответственно, вычеркиваем ту, которая меньше всего голосов. Значит, набравшую меньше всего. Вот, ну и тут как бы идея такая, да, что теоретически понятно, что от того, как мы здесь выбираем, там может очень много чего поменяться. Да, там, можно всякие, да, всякий пример составлять. Вот, ну а реально, да, значит, если там никакие угодно, да, то, значит, реально, скорее всего, не очень будет зависеть от того, как именно это делать. Вот, ну поэтому это вот так вот и используется. Понятно, что это сделано, чтобы выровнять сумму, но вот здесь очень магично отбвести коэффициент. Потому что почему мы должны дискретно выбирать каких-то избирателей, и тем не прерывно раскидать эту сумму во всем. Но, наверное, есть такой вариант. То есть мы ставим такой форму, выбираем какой-то эфициент альфа, чтобы альфа умножить на количество избирателей. Нет, я понял, да, может так делать, я думаю, что это рассматривалось, да, то есть реально есть такой, точнее, был такой, значит, он закрылся, но был такой журнал под названием «Voting Matters», научный журнал. Вот. Но у него было заявлено, что, у него была заявлена очень узкая тематика, у него было заявлено, что в нем именно изучается вот это вот правило СТВ. Да, даже не избирательные там системы вообще, да, или правила, а конкретно вот СТВ. Вот это, значит, журнал про СТВ. Да, ну и он, конечно, закрылся, но он, все-таки, довольно много лет выходил. И я думаю, что всякие такие простые идеи там были разработаны, вот, и, значит, проанализированы. То есть тут, как бы, смотрите, Теремээру нам говорит, что идеальной системы нет все равно. Да, и для комитета тоже, если мы что-то захотим, то тоже идеальной системы не будет. Вот. Соответственно, получается, что какие-то, значит, какие-то требования мы накладываем и какие-то, да, какие-то подмножства требований можно удовлетворить. Да, все требования сразу удовлетворить нельзя. Вот. Поэтому вот это очень большой, действительно, простор для исследований. Вот. Как чего подкрутить, да, что будет случайно, какие мы отожидания, какие веса там и так далее. Вот. Да, нет, у вас ваше предложение с весами есть проблема, что это не совсем соответствует слову «сингл» в названии метода, да, потому что это уже как бы не один голос, да, голос с весом получается какой-то, да, раз. Разделяемый, а не только передаваемый. Вот. Но, конечно, можно переходить к такому. Так, хорошо. Значит, видим, на сегодня все. Так, ну что, в следующий раз тогда про задачу о пропорциональном представительстве, да, и почему, какие там есть парадоксы, да, и почему их все вместе разрешить нельзя. Все. Тогда, а... Даже. Да. Продолжение следует...